Всем здарова, народ! Перед началом данного ролика попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк данному видео, потому что на такие видосы уходит очень много времени. Ребят, хочу, чтобы вы это понимали и ценили то, что я для вас делаю. Я вас люблю, вы все молодцы, спасибо вам за вашу поддержку. А сегодня у нас вот этот прекрасный мишка на обзоре. Что же он нас умеет, сейчас я вам расскажу и почему этот персонаж никогда не боится Рошана. Поехали! Итак, первый спелл на нашего персонажа это очень такая прикольная тема, которая позволяет очень долго держать энеми в постоянном замедлении. Смотрите, давайте разберем 4 уровня. Первый уровень 90 дэмэджа, второй 140, третий 190, четвертый 240. Замедление первый левел 25, второй 35, третий 45 и 55 на лест левеле. Висит эта тема 4 секунды, калдауница 5 и монокост всегда 75. Это очень маленький монокост и очень маленький калдаун. Смотрите, юзаем, происходит вот такой эффект и после этого эффекта все энеми, кто рядом находятся, а у Ешка у нас, смотрите, примерно вот до сюда даже, видите, достает. Но у Ешка, в принципе, под себя, под себя. И в течение 4 секунд все замедлены на 55% на ласт левеле. Представьте, какое замедление, ребят, это очень много. И хороший дэмэдж, 240 раз в 5 секунд. Вот простенький спелл в применении, очень даже простой. В принципе, тут и нечего больше рассказывать. Давайте перейдем ко второму. Второй спелл на Урсе не менее интересный, ребят. На самом деле, 400% атак спида это реально какая-то дисбалансная тема, потому что 6 атак с атак спидом 400% Урса может нанести просто так, нажав этот спелл. Смотрите, нажимается вот такая тема, у Урса загорается вот этот красный, красный такой, я не знаю, какой-то триггер. И Урса наносит определенное количество атак в зависимости от нашего левела. На ласт левеле Урса будет наносить 6 атак. В чем особенность этого спела, спросите вы? Смотрите, висит эта тема 15 секунд, кдшится 10. То есть в профите, смотрите, если у нас на ласт левеле уже все по кайфу, можно нанести 12 тычек. Как это будет выглядеть? Примерно вот так. Так, смотрите, я нажал, наш спелл уже почти откодешился. И, смотрите, мы можем нанести сейчас тычки, допустим, смотрите. Наносим и снова опять пробафать. И можно так убивать просто за 12 ударов, ребят. Это реально крутая тема. Это правильный стак третьего спела. Очень мощная тема, ребят, запоминайте. Очень профитно пользоваться. Перед дракой бафаем себя. Ждем немножко, примерно до 7 секунд, когда кд останется. И прыгаем. Просто прыгаем, даем первый, замедляем и наносим. Еще потом, вот видите, вот сейчас, примерно, мы должны прыгать. Бьемся. Увязываем опять второй. И еще раз наносим дэмэдж. Вот такая фишечка со вторым спеллом, ребят. Не забывайте и пользуйтесь. Давайте поговорим о третьем спеллом. О третьем спеле, действительно, из-за которого урсы ценятся. Третий спелл на урсе, это прикольная тема. Это стак дэмэджа. Смотрите, на первом левеле 15, на втором 20, на третьем 25 и на четвертом 30 бонус дэмэджа. О чем это говорит? С каждой атакой урса будет набирать дэмэдж. Смотрите, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Видите, как у нас хапает Люцифер. Вот такая вот фишка с стака дэмэджа. И, в чем особенность? Этот дэмэдж никак нельзя снять. Он не висит в бафах. То есть, если урса уже на тебе настакал, висит эта тема на тебе 17 секунд, то ты никак это не можешь снять. То есть, если урса к тебе обратно подойдет, и может опять продолжать так же больно бить. Ребят, не стоит забывать. Из-за этого рошан тоже побаивается урсу, ребят. Урса очень хорошо стакает этот спелл на рошана. Ну вот как бы так. Fury Swipe очень хорошая тема на урсе в сочетании со вторым спеллом, ребят. За 12 тысяч можно очень много апнуть дэмэджа. Что ж, давайте перейдем к ультимейту, потому что многие не знают, что делает ультимейт на 85-й карте на урсе. Давайте посмотрим. Касаемо ульты, смотрите, все просто. Кдшится у нас на ласт левеле 30 секунд. Раз в 30 секунд мы можем заизать этот спелл, и урса станет невосприимчивой на 80% ко всему урону. Будь то магический, физический, без разницы. Без разницы, ребят. В течение 4 секунд он будет такой жирный и сильный. Его нельзя будет практически слить. И еще какой-то бонус добавляет. Смотрите. На первом левеле 1.5 Fury Swipe. На втором 1.75 и на третьем 2.0. На третьем очень жирный бонус. О чем это говорит? Это говорит о том, что Fury Swipe будет стакать не по 30, а по 60 уже дэмэджа за один удар. Понимаете? И некоторые спрашивают, а почему ты ульт по кд не нажимаешь? Это же неправильно. Так, ребят, ультимейт на 85-й карте урса совсем другой. Давайте я вам продемонстрирую немножко вот эту всю тему с Fury Swipe. Смотрите. Будем просто бить. Просто бьем, стакаем, да? Ничего интересного. Смотрите. Просто. Очень долго, да? А теперь давайте немножко подождем и завязаем ультимейт. И посмотрим, как намного больше или насколько больше будет у нас урса бить нашего Люцифера. Смотрим. 45, 67, 90. Мы уже набрали весь дэмэдж значительно быстрее. Вот в этом и фишка, ребят, нашего ультимейта. Мы можем как заескейпиться, выжить в нужный момент, так и надрать задницу. Еще не стоит забывать, ребят, что этот спелл у нас диффузит различные бафы. То есть, будь то там какая-нибудь колба ЦМки. То есть, из стана мы, к сожалению, не можем выйти, потому что мы в стане находимся. Но некоторые бафы мы можем снимать. То есть, ЦМка нам абсолютно не страшна. Допустим, если мы на нее прыгаем, топаем, она нас морозит, мы нажимаем ультимейт и надираем ей задницу. Очень удобно. Некоторые бафы Урса спокойно диспеллит. В принципе, в теории персонаж очень прост. В принципе, ребят, да? Давайте посмотрим на практике, что наш мишка может действительно. Давайте глянем. Итак, ребят, наконец-то идет. Начинается уже вот это. Это уже пятый дубль. Я пытаюсь записать гайд нормально на Урсе, потому что... Ой, то какой-нибудь дурачок на Баратруме стоит в Минде со мной. Руинит мне экспириенс. То какой-нибудь подписчик зафоловится, чтобы специально зауруинить мне гайд. Но это нормально, ребят, это нормально. Подписчики такие у меня. Подписчики меня очень сильно уважают и любят оценить. Это я тоже понимаю. В общем, страта на Урсе, которой я постоянно пользуюсь. Мы идем на мидлейн. Апаем ЛВЛ. Берем Фирст Эйтем маску. Берем Орбу в Абизаловку. Орбу в Абизаловку. Знаете почему? Потому что можно стакать дэмэдж. Вот так вот. Подстакнули немножко на бедном эсэфчике. Эсэфчик уже в ужасе. Эсэфчик уже в ужасе. Две тычки дали. Если он ошибается, он умирает в принципе. Чтобы было легче ластхитить, ребята, обязательно давать крипу одну тычку. И с дэмэджем плюс 15 уже стараться добивать. Но видите, я добиваю классно. Сейчас отлично добил. Ничего страшного. Если честно, у меня подгорает немного после прошлых игр. Баратрум на миде стоял мне руиненую игру. И типа подписчик еще в Сафолус. Ладно. Не суть вообще. Плевать. Это их дело. Они молодцы. Красавчики потеют. Хорошо играют. Иди сюда. Поговорим. Сыку. Как говорится. Зассал дан один на один на руне. Понимающий. Ну много крипов засуицидил я обтавр. Очень много. Две пачки сразу. Нужно выфармливать маску. Нажмем на эсэфа. Переагрим крипа. Хилочку. Ребята, обязательно брать одну хилочку. Центральную линию. Чтобы если вдруг мы просядем. Добей пожалуйста. Если вдруг мы просядем. Чтобы эта хилочка нам смогла помочь. Не знаю. Можно взять сапог в принципе. Убить эсэфа. Но я хочу именно фастрашана выйти. Крипа не переагривается. Но это так и надо. Хорошо. Гоу хил. Немного просели. Эсэф типа показывает нормальный уровень. Такой типа. Я смотри как ластхи. Смотри у меня четвертый уровень. Я тебя типа перелосхитил. Но у меня еще в запасе 4 крипа есть. Добиваем. Ага. На деда переключается. Ну. Осудите этот тавер. Если честно. Качаем 2-3. И уходим фастрашана. Ребят. Главное нам дофармить масочку. Масочку. И взять обязательно смоук. Потому что. Смоук помогает нам. Законтрить все движухи. В плане варда. Вард законтрили и побежали. Все у нас хорошо. Отлично. Масочка есть. У нас курьер кстати личный. Так. Идет у нас какой-то путь. Но это иллюзия да? Это иллюзия. Это иллюзия. Вара бежит на крипа. Но мне абсолютно не интересно. Это затея. Если честно. Вот. Ну бежит он на крипа. И что он хочет сделать? Добить крипа конечно же. Это же мой баратрумчик. Он бежит чтобы добить крипа. Так. Есть у меня смоук. И вот желательно бы вот этого крипа осадить. Нет. Ну не осадили. Как говорится. Ничего страшного. Ну если я взял сапог. Обычно показатель. Если СФ берет сапог в мидлейне. Значит он нас боится. Фирст. Фирст если берется сапог. Хорошо. Все. Есть у нас пятый левел. Немножко сейчас постоим. Подождем курьера. Есть хилочка у нас. С хилочкой можно будет уйти. По дрожжика. Нет. Ну все. Не дает нам крипа. Типа сделаем вид что мы идем на базу. На самом деле сейчас. Заезжаем смока. Все. Гоу. Можно смело идти на рошу. Четвертая минута. Отличный тайминг. Убязаем заранее второй. Но руну я не буду смотреть. Чекать руну я не буду. Так. Хорошо. Все. Поехали. Все. Проста колли дамаж. 200 урона уже есть. Это уже хорошо. Зашли мы под смоками. Под смоками сама тема. Заходить. Потому что рили игнорятся все варды. И только подписчик может знать. Что я на четвертой минуте стою уже на рошане. Потому что подписчики у меня любимые мои. А так в принципе на такой минуте даже нет никакого подозрения. Что кто-то может пойти рошана. Сразу апается восьмой левел. Берем. Сейчас берем сапог. Апаем курьера. Все. Поехало. И можно в принципе выходить на мидлейн. Подождем немножко сапожок. Сапожок должен долететь быстро. И СФ должен у нас отлетать. Отлетать. Восьмой левел у нас. И это очень-очень хорошо. Хочу если честно убить СФа. Но на низу тоже фрифраги. Опа. Гоу вот этого пацана. Ребят. Выйдите. Ну не видят что ли. Не видят. Походу вот только сейчас увидели. Ну тут смерть. Стана. Просто даешь. Замедление. Хорошо. Пойдет. Первый кусочек лакомый есть. Переставляем Аегис. Чтобы он нам не мешал. В принципе. И гоу. Пройдемся. Но с ультимейт еще 40 секунд. Next. Сейчас попробуем. Если СФ выйдет на лейн. То это отлично. Это отлично. СФа быстренько приняли. И можно идти дальше гулять. Но СФ тоже где-то гуляет. СФ гуляет. Гоу долбить крипов. Возьмем фейзы. С фейзами будем в принципе уже. Более агрессивно играть. Фейзы позволяют нам эту тему. Что обязаловку собирать урси спросите вы. Лично я иду через Моумен Спит. А именно. Беру фейзы. Фейзы для стрейфа. Стрейф что такое? Это быстрое передвижение. Влево или вправо. Без разницы. Но в доте это понятие. Именно стрейф. Это быстрый какой-то мув. То есть как бы чтобы вы понимали. О чем я. Стрейф это такой быстрый мув какой-то. И фейзы нам в этом помогают. На изи. Делать такие мувы. Пока лидия у нас подпушена. В приоритете конечно пойти прогуляться за руны. О. А можно даже в принципе прогуляться за фрагом. Ну баунти хантера конечно не осилю. Но я надеюсь кто-нибудь там есть другой. Сейчас посмотрим кто у них там есть еще. Кто есть еще. Ну тут по-моему только баунти хантер был. Да. Ну ясно. Понимаю. Осуждаю. Просто просадил ману. Возвращаюсь на центральную линию. Потому что баунти хантера гангать. Это конечно шлаг тотальный. Без дастов. Без нифиган. Баратрум никогда чаш не нажмет. Это нормально. В общем прогулялись на топ. Отличненько прогулялись. Прекрасный ганг. СФ ушел походу в АФК. Я не знаю. Или лиса тупо колотит. Седьмой левел. Не. Он тупо лиса колотит скорее всего. Так. Ну пока все фейзы есть. Боже. Я сегодня кого-нибудь крипа одного добью хотя бы. Отлично. Тпшечку. Все. Ехала. Нужно больше фрагов. Сейчас придет мне фейзы. Придут фейзы. И можно будет бежать просто под тавр. Как в гориллы. За этим фуджом. Четвертый. Ой. Третий спелл. Замаксили. Обязательно. Ребят. Максим. Потому что. Чем больше третий замакшен. Чем больше у нас. Соответственно. На дэмэджи. Ладно. Го. Сделаем вид что мы дурачок. Делаем стрейф. Ультимайт нажимаем. Просто 4 тычки с 2x юри свайпом убиваем. 50 секунд кд. Отлично. Первый пошел как говорится. Далее. Так же. Так же стоим центральную. Хорошо. Все хорошо. На топе какая-то активная руна. Пойдем прогуляемся. В принципе у нас все в принципе пока что хорошо. Завязаем бесплатный второй. Но на топ я не пойду. Я не вижу смысла идти на топ. Их нету на линии. Вижена там соответственно тоже нет. Снайпер там. Снайпер очень легкая цель для Ульса на самом деле. Просто я не знаю. Очень легкая. Мне кажется просто ультра легкая с покупкой даггера. Слушайте. Можно страйфануться. Немного побегать за СФом. Но он конечно уйдет. Конечно он тут уйдет. Что у него там? Сапог просто. Я пойду под Т2. Не плевать. Достаю первым. Че на Водоту хочешь что ли СФ? Сэф на Водоту захотел ребят. И за Максим второй. Сэф на Водоту захотел. Ты че Водота что ли? Просто рубит ветки там кушает что-то. Охажешь этот СФ. Осудите этого из ФА. Как хорошо когда нету подписчиков в игре. Ой 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 ребят. Никто не хейтит. Никто не знает как этот Урса будет играть. Но. После этого гайда все будут так играть на Урсе. Я вам просто отвечаю. Урса берет и просто на четвертой минуте. Даже раньше идет просто Рошана. А если есть там пару фрагов дадут. Экспа там не экспа. То можно даже на третьей минуте идти Рошана спокойно и забирать его. Кстати. Смею заметить. Несмотря на то что я был некоторое время АФК. Так. А у нас Аегиста пропал да? Слушайте ну. Полупим пацана. Ну я просто докапываюсь. Хорошо. Докопался до пацана просто. Парень думаешь что тебе от меня надо? Отвали. Отцепис. Следующий Рошан. Ребята. Кстати да. Тайминги Рошана. Кто не знает какие тайминги Рошана присутствуют. То смотрите как это работает. Рошан выходит через определенное время. Спустя 8 минут после того как его убивают. До 12 минут может продолжаться респаун Рошана. Как это работает спросите вы. Смотрите. Если я убиваю Рошан на 4 минуте. Примерно через 8 тире плюс-минус 4 минуты. Там идет рандомно после 8 минуты ожидания. То есть вот 8 минут проходит. С того момента как я убил Рошана. И добавляется потом какое-то дополнительное время. Равное 4 минутам. Вот. В течение вот этого времени у нас Рошан выходит. Вот так вот это работает. Go haste. Слушайте. Ну. Тут по-моему SF сейчас ливнет просто. Бедный SF. Я если честно ему очень завидую. В общем по Рошану ребят опять-таки напоминаю. 8 тире 12 минут. Респаун Рошана. После 8 минуты добавляется какое-то рандомное время. И через это время. Так. Ну Баратрум пришел опять помогать. Через какое-то вот это рандомное время. Наш Рошан рисается. Он уже должен примерно риснуться где-то к 12 минуте. 12 тире 13 минут. Респаун следующего Рошана. Уф. Как меня эти бары бесят. Ладно. Ничего страшного. Хотите гайд на Баратрума? Ребят пишите в комментах. Как сложно на этом герое играть. Ой-ой-ой. Баратрум такой сильный персонаж. Ой-ой-ой. Так фейзы на СФ. Чтобы убегаться. Гоу-хилиться. Короче. Хилиться, маниться. Пойдем на руну. 12 минута. Ну Рошана пока не видать. Точечка еще не засветилась. В приоритете всегда забирать Рошана. Просто берем тупо и забираем Рошана. И все. Больше ничего не надо делать. И вот так вот как-то играется. 12 левел на 12 минуте. Это очень хорошо, ребят. Очень хорошо. Потому что идем, как говорится, в ногу со временем. Урса такой персонаж, который бустится. Не бустится даже, а сноуболится. Если этот сноубол есть. Как сноубол понять, да? Типа комом все вот это идет. То есть вниз. Чем больше вниз идет. Типа он больше становится тот ком. Урса работает именно по такой технике, как и Хускар. А Пуч это алхимика. А алхимик это дестройер. Чтобы вы понимали. Пуч идет. Ой, Пуч. Я уже заговорился просто. Урса у нас идет по такой же страте, как и Хускар. Есть буст. Душит игру. Нету буста, к сожалению, тяжело. Без команды тяжело камбэкать на этом персонаже. Гоу кикать, короче. И все. И, короче, смысл такой. До 25 минуты можно, в принципе, заканчивать игру. И ничего сложного нету на этом персонаже. Вообще ничего. Заранее нажимаем второй. Прыгаем. Юзаем ультимативную. И, в принципе, там минус один смело. Так, Юзайс там у глобалка. По-моему, Тихантер там с дабл демиджем убегает. У нас Огро будет получать еще один Сайлос. Потому что на нем висит третий Сайлансера. Третий Сайлансера. Не знаю. Баунти Хантера. Типа пытаться убить. Но это... Такое. Короче, надо дасты брать. А то эта неуязвимость, честно, уже... Вот запарила. Вот так вот сделаем. Заходим на Рошпит. Тринадцатая минута, видите, Рошан рискнулся. И забирать будем сейчас нашего волшебного Рошана еще один раз. Конечно, как же без этого Баша, ребята? Так, 13-24. Забрали еще одного Рошана. Хорошо. Вот так вот поставили два варда. Докачиваем. Первый. И у нас все более или менее хорошо. Есть у нас 2К вебмани на мани. Там, как говорится. Все весело. Погнали кого-нибудь найдем. Включим второй. Пробежимся с маной Урс. Конечно, такие, можно сказать, мягко сказать, проблемы. Потому что реально проблематично с Монопулом у него. Опа. Шесть ударов. Шесть ударов нет снайпера. Сейчас купим Хекс и заварим все. Хекс, спросите, а как же Башер? Ну, когда нет команды, если есть хороший буст, Хекс на 20-й минуте, это очень хорошо, ребят, я вам честно скажу. Хекс на 20-й минуте, это очень хорошо. Можно, конечно, играть без Хекса, дело ваше. Но через Хекс Урса просто бомбический. Чики-бомбони, как говорится. Как кто-то говорит, я не буду говорить. Потому что все знают, кто-то говорит. Think about. Как говорится. Ягани forever. Так, шо, продадим? ТП-шку возьмем. Вот эту тему. Вот так вот. Все хорошо. Пока я не вижу никого на карте. Не знаю, все боятся Урса в бусте. И поэтому что-то как-то не выходит. Никто, соответственно... Я не буду тоже бегать их искать. Я лучше подобью Грибчиков. Возьму себе сейчас пол Хекса. И будем дальше продолжать. Есть у нас Аегис. Максимум, как они могут меня поймать, это в десятерон просто выйти. Он сам Аллатар сделал. Да, но тут по-любому нужно... Нужно брать какой-то Даст, Центрик, что-то такое. Потому что это уже ни в какие ворота. Уже два инвиза там. Это значит минус два таргета на атаку. Все, есть пол Хекса. Юзаем второй. Потому что у нас ума на реген уже будет более-менее. И можно, можно искать кого-нибудь. Я не знаю. Ну, гоу, короче. Тупо запушим. Тупо запушим. Можно Т2 даже сейчас пойти с командой. Пусть дефят. Забираем тавр. 2000 до Хекса. Сейчас будет руна там. Куда Огр побежал? Прикольный чел. Такой я пойду, Сентрик, поставлю пациент. Тупо бежит через всех крипов. А ничего, что там иноми могут быть. Там тупо бежит через всех крипов. Найс. Так, ну парнишка тут на Баунти Хантере будет думать, что тут в Сентре. Нет, ничего тут нет. Наверное, зайдет в инвиз. И пойдет, как говорится, виндвок. Виндвок. Кстати, ультимативное. Мы можем тут снимать трек Баунти Хантера. В принципе, это, думаю, будет изи, нигде, кого не секрет. Прячемся, как, наверное, как дурачки. Я не знаю, я тут просто ультра наглёж, ультра просто. Ультра наглёж. Но не в того, по-моему, Баррет Сокрытку. Это Броденц будет выход, извините. Есть у нас почти Хекс. Ну вот, идеальная размена Аегиса, я не знаю. Идеальная размена Аегиса. Пишется. Первый фастфиниш. Гоу отойдем. Как-никак. Мы уже такие сосисочные. У нас нету никакого. Под сейла, то есть Аегиса непосредственно. Уша им просто. Огур там вытанковывает по-страшному. Вот сюда. Обс, го. Пока глиф можно клипов и крипов разобрать. Хорошо. Парнишка ставит. Отличный вардец. У нас там Курьер уже стоит, ждет покупки Хекса. И как бы мы сейчас... Что бы тут мы ни делали. А можно, в принципе, по-моему, Тихантера немного обмануть. Типа мы отойдем сейчас и... Вот с Энтеричком можем его подловить, в принципе. Или нет? Или да? Ну, я не буду, нет. Я не буду прыгать туда. Мы просто заберем сейчас Тавр. Все хорошо. Снимем. Снимем парнишки трек, чтобы не видел он на шайт Эмор. Хорошо. Таггер от КД шится и можно прыгать. Зашел в инвиз. Зашел в инвиз, парень. Ну, вылазит, умирает. Влазит, умирает. За Хекс просто. Умирает за Хекс. Где-то примерно на 22-й минуте будет у нас следующий Рошан. Это хорошо. Бафаем себе второй по КД. Сейчас у нас есть такая возможность. Смотрю по карте. Просто вот я жду, когда он вылезет и просто промикрить. Вылезет и просто промикрить немножко надо. Прыжок. Хекс и ГГшечка. Вон он. Все. Все. Ема Прожект какой-то. Хорошо. Гоу-гоу. Даже Хекс даже намного раньше вышел. Сейчас у нас 15 секунд до ультимативной. Можно сразу зайти сюда топнуть. Это шо? Фит контора. Хорошо. Плевать на ваш дэмэдж, ребят. Пушим. Будет Хекс, будет разговор. Пока Хекса нету. Хорошо. Бара с радиенсом, это, конечно, что-то новенькое. Надо попробовать баратрума с радиенсом. Неужели это прикольно? Боже. 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 До чего эта дота прикольная. Так. Ну и за ним второй. Отойдем немножко. Сделаем вид, что мы дурачки. Хорошо. Все, мне тут ГГ будет сейчас. Мне тут сейчас будет ГГ. Мне тут сейчас будет ГГ. Ну ничего страшного, зато у меня Мартретка еще есть с диффузом, с маднесом. Ай, понимает. Вот она, Мартретка наша пошла в атаку. Юза от диффуза за чем-то на эсэфа. Ну почти. Почти, парень, почти. К успеху шел, как говорится, не повезло, не фартанул. Ребят. О. Хорош. Моя школа. Моя школа. Молодец. Видимо, так хотел играть. Так, ребят, покупаем Blacking Bar. На Урсе нельзя игнорировать БКБ, потому что Урсу, как правило, жестко-жестко кайтят. Жестко дизейблет. Тут, в принципе, дизейблет им нечем. Единственное, чем можно было дизейблить, это Пуджиком, но и то Пудж у нас, к сожалению, сказал, я играть не буду, но у вас нафиг и левну. Но, к сожалению, он там, на самом деле, не левнул, а то подзалагал, ребят. Тут осуждать парнишку нельзя, потому что, в принципе, он подзалагал. Ждем у нас смарт-рэдку, заберем с нее что-нибудь, продадим и купим БКБ. О, вкуру сразу заберем. Что с нее можно такого продать, чтобы мне БКБ хватило? Вот, ПТ-шечку. Все, отлично. Остальное пусть оставляют. Ужасно, ужасно осудить. О, Рошан есть. 22-ая минута есть Рошан. Там сыро ег. Все, заходим в наглу. Нам, в принципе, нечего бояться. У меня тут фулл айтемы. Вот за 12 тычек набрали 450 дэмэджи, ребят. Бара чуть не выхватил. Найс сразу сыр завязал. Ну, молодец. Вот где логика? Где твоя логика? Зачем ты его сразу съел? Я не понимаю. Я не понимаю. Так, я ноль был. Так ты и сейчас ноль. Маны и хп 5%. Вы видели, сколько у него маны и хп-поинтов было? Боже. Ну, ребят, нельзя так сыр вязать. Нельзя, я вам скажу. Так, а что стоим? Будет у нас файт какой-нибудь или нет? Гоу БКБ ху переставляем на пятый слот. Потому что на пятом слоте БКБ будет идти уже не 10 секунд, а 28. Проверяйте. Как мне некоторые люди говорили. А ты знаешь, что если переставить на этот слот, то айтем будет работать по-другому. Да, есть такая тема с орбами. О, понимаю. Отсудите его кто-нибудь. Но я тут ничего нажимать уже не буду. Ни БКБ, ни ульт. Найс тайминги у СФа. Проделся БКБ нажать. Снайпер. Боже, меня просто расконтрили, где моя команда. Вот я про это и говорю, что тут порасконтрируют. Вот он, Баратрум пришел. Я там просто был один. Снайпер РДД, от снайпера не вырезаешь ГГВП. Снайпера не вырезаешь ГГВП. У СФа Юлл, кстати, Юлл он сбивает. Юлл он сбивает. Ультимейт. Вот мне только добежать до снайпера. Снайпер тут вообще ничего не предъявит меня. Кто у нас на топе? ВРК. Ну, не хочет закушать. Ну, главное, сыр скушать на базе, ребят. На Баратруме. Ой, на базе. Сразу в рожпите. Когда у тебя фулл хп, и маны чуть-чуть не хватает. Ничего страшного. Ну, СФ пытается. Да боже. СФ пытается затащить там, на самом деле, молодцы. У меня все есть. На самом деле я попробую на развороте, но даггер в кд я не могу за его идти. Пока не буду нажимать туда. Не буду нажимать ничего. Урса без баш, одно, скажет кто-нибудь из хейтеров, но у меня есть хекс, и хекс это очень хорошо, потому что с хексом намного интереснее, я вам скажу. Хорошо, минус. Хорошо. Го в доминатор выйдем. Возьмем хилочку. Отлично. Не знаю, как-то уныленько сейчас напушится. Игра должна была уже быть закончена. Ждем хексы и нападаем еще раз. Баратрум там идет в наглую. Но умрет там. Умрет. Хорошо. Тупаем. Балочку и зайца. Бредовый, если честно, игра закончилась. Ребят, в общем, вот такой вот геймплей на Урсе через хексов Астрашана. Можно хекс заменить, если у вас есть, тем не менее, с Арканой, можно заменить, в принципе, Башером. И у вас будет, в принципе, такой же результат, даже может быть и лучше. Он может варьироваться в зависимости от того, как, насколько хорошо вы отстоите лайн, и насколько быстро апните пятый левел и пойдете тупо на Астрашана. Астрашана можно убить намного раньше, в принципе, если есть кому подтанчить. Как видите, четвертая минута, Астрашан, в принципе, уже лежит, нет подписчиков, никто не хейтит, и все хорошо. Ребят, ну, кому понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписка, все как надо, ребят, стараюсь для вас, потому что показываю какие-то страты, вот лично конкретно вот эта рабочая страта, если никто не стрим снайпит, но вас стрим снайпить не будут, поэтому смело удивляйте своих друзей, удивляйте своих оппонентов, энеми, просто берете, идете, Рошана как можно раньше берете, и все, игра, в принципе, у вас пойдет. Главное, чтобы вас никто не застелил экспу, когда вы будете забирать Рошана, потому что на четвертой минуте, на 4.40 где-то у вас уже будет восьмой уровень. Ребят, вот такой вот гайдик, всем спасибо за просмотр, с вами был Азес, и до скорого.